Ну что ж, мы с вами переехали на южный берег Крыма. Справа бухта Ласпи повторяться не буду, только обратите внимание на ее великолепие. Малозастроенная, разного цвета зелени леса, здесь хвойников много, здесь можжевельник высокий, древовидный. По мнению специалистов, это единственное место на земном шаре, где еще осталась природа древнегреческих островов. Времен олимпийских богов, подвигов Геракла и так дальше. То есть кусочек до ледникового даже периода. Вот что такое бухта Ласпи. Напомню, что с греческого есть перевод, переводится как грязь. Было много родников, грязели землю, отсюда такое название. Значит, отель, который расположен прямо в центре, возле, ну прямо в бухте, называется Бухта Мечты. Это база отдыха здесь есть по Телеман и Бухта Мечты. Вот, может быть, где-то мелькнет такая прям гряда домов. Ну и мыс Айя, который завершает главную гряду Крымских гор, вообще одно из самых красивых мест, обратите внимание. Вот сейчас виден угол Бухты Мечты. И вот справа внизу. Ну а слева у нас гора, которая называется Ильяская, скала святого Ильи. И там на самой верхушке, на гребне, развалены храма восьмого века, храма святого Ильи. Ну вот Бухта Мечты сейчас очень хорошо видна. Это база справа внизу. Ну а в самой бухте сейчас дайвинг-центр располагается. То есть можно приехать, взять инструктора по подводному плаванию и совершить погружение. Ну а гора, которая слева, это и есть Ильяская, это еще скалодром, друзья. То есть здесь много тренируется альпинистов. И в летнее время особенно можно увидеть, по этой отвесной стене, которая даже имеет отрицательный угол уклона, карабкаются альпинисты. Ильяская, это ильяская, это ильяская, это ильяская. Ильяская, это ильяская. По дороге Борщесарай я анонсировала мыс Сарыч, откуда самое близкое расстояние до турецких берегов. Мы въезжаем с вами снова на мыс Сарыч. И вот отсюда 260 километров до турецких берегов, побережья Кемберы. Мы с вами на мысе Сарыч, кто обозначает золототканый, золотой. Здесь стоит пограничный маяк, погранчасть здесь. И вот впереди у нас снова Форос. Когда будет храм воскресения Христова, то есть Форосский храм, я вам непременно покажу. Справа внизу желтые крыши, это то, что я упоминала, дача Горбачева. Специально для первого президента и последнего, надо сказать, Советского Союза была построена эта дача буквально за 7 месяцев. И во время путча в 1991 году президент находился именно в этих местах Прынгу. А я, я. Да. Существует, это. Существует, пока. Не, не. Существует, пока не выходит. Существует, пока не выходит. Существует, пока находится в Комонке. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...